Всем добрый день! В Пресненском районе есть вот такой мостик, горбатый мостик. Небольшой, не очень приметный, но у него тоже есть своя история и судьба его изрядно потрепала. Поэтому я предлагаю посмотреть на него, все-таки обойти, но потом уже и по нему пройти. Построен этот мост в 1750-х годах, то есть в 18 веке. Построен он через ныне несуществующий поток старого русла реки Пресни. Тогда это была окраина Москвы, и вот через эту речку был построен такой мост. Но он не сразу был таким красивым, а только в 1806 году на Пресненских прудах был устроен первый московский публичный сад. И вот тогда горбатый мост был облицован белым камнем и оборудован фигурными фонарями. И многие именитые богатые люди приезжали сюда на прогулку. Да, и забыла сказать, тогда еще этот мост не называли горбатым, а он назывался Нижний Пресненский, потому что был еще Верхний Пресненский, а вот как раз этот был Нижний Пресненский. Ближе к 20 веку этот район стал рабочим, рабочей окраиной, потому что здесь появились мебельная фабрика Шмидта и трехгорная мануфактура. А потом наступил 1905 год, и во время восстания этого года за этот мост шли ожесточенные бои, так как именно он связывал Пресню с центром Москвы. С 1908 года река Пресня была в принципе убрана в подземный коллектор и само стал декоративным, то есть он здесь уже был не нужен, но его оставили как историческую ценность. И мост был переименован в мост имени 1905 года. Ну вот так он здесь и стоял до 1980 года, и совсем он обветшал, пока не было принято решение о его реконструкции. В 1980 году, к 75-летию декабрьского восстания, мост был отреставрирован. А в 1981 году здесь был поставлен памятник героям-дружинникам, участникам баррикадных боев на Красной Пресне. Ну а в наше время этот мост получил особую популярность во время вооруженных противостояний у Белого дома в августе 1991 и октябре 1993 годов. Ну вот так вот получше виден этот памятник героям-дружинникам. Сейчас мы еще подойдем, посмотрим его поближе. В 90-х годах здесь бы проходили митинги, горячие пламенные речи, стояли палатки, гремели, стучали обращатку касками шахтеры. И вот именно из телевизионных репортажей многие узнали, что есть в Москве такой интересный мост, на котором все время что-то происходит. Ну и так как все-таки этот мост находится около Дома правительства Российской Федерации, и этот дом попадает все время в кадр, давайте чуть-чуть и про него вам скажу. Построили этот дом правительства по проекту Чичулина в 1980 году для Верховного Совета и Совета Министров РСФСР. Здание симметрично и состоит из трех частей. Мощное основание с гранитной облицовкой и парадной лестницей, широкий семиэтажный корпус, корпус-стелобат с боковыми крыльями и двадцатиэтажная башня, которая венчает в строении часовой башенки. При строительстве Дома правительства Дмитрий Чичулин воспользовался своим неиспользованным проектом главного здания Аэрофлота, который он создал в 1934 году. Этот проект был разработан в честь спасения пассажиров затонувшего крейсера «Челюскин» советскими летчиками. Ну и давайте вернемся к главному герою нашего сегодняшнего видео – к горбатому мосту. Он, правда, сейчас так и называется – мост 1905 года, но я уж его буду называть по старинке. Мне такое название больше нравится. Давайте по нему пройдем. Посмотрим, действительно ли он такой горбатый. Кстати, сейчас этот мост является объектом культурного наследия. Несмотря на то, что он совсем небольшой, он маленький, особенно если сравнивать его с его собратьями в городе Москве с мостами через Москварю, даже через Яузу, в сравнении с ними он, конечно, очень маленький. Кстати, в Москве есть еще два горбатых моста. Один находится в усадьбе в Хамовниках, а второй – в парке Кузьминки. И еще я читала в какой-то статье, что вот эта брусчатка с моста во время действий всяких тут-то в 90-х годах была использована для создания баррикад. Потом ее восстанавливали. Ну, смотрите, горбатый мостик, действительно горбатый. Действительно, прям вот у него такой есть корп, такой серьезный, чувствительный. Но он все равно такой вот хорошенький. Кстати, он является объектом культурного наследия и охраняется государством. Ну, вот такая судьба у этого небольшого мостика. Он маленький, но судьба его потрепала. А сейчас здесь можно погулять спокойно, свободно, когда проходите по Пресненскому району. Ну, а я на этом закончу свою такую небольшую прогулку, свой небольшой видеорассказ об этом замечательном месте. Не очень известном, но все-таки это достопримечательность Москвы, достопримечательность Краснопресненского района. Всем большое спасибо за совместную прогулку. Оставайтесь у меня на канале. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. А я говорю вам, до свидания. Еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok